я вас приветствую друзья последнее время мне стали приходить комментарии редкие конечно комментарии но я не могу не заметить не обратить внимание я читаю все даже самое гадостное куда вдеваться то работа у меня такая комментарии вот такие читать и комментарии пишут что вот вы обращаете внимание такое пристальное но я имеется ввиду на пропажу детей что вы нагнетаете это редкие исключительные случаи не все так плохо дети в основном всегда находятся просто совершенно единицы иногда вот исчезают навсегда или вот происходят такие трагические случаи как с димой новознение нам настя муравьевым лиды чернову леру и стименко владом баховым но давайте разберемся действительно ли я нагнетаю и в действительности ли это очень редкие и исключительные случаи сразу хочу сказать но давайте начнем с последнего случая настя муравьёвой ведь на фоне этой трагедии поднялась волна что оказывается 8 детей бесследно исчезла в период с 1997 по 2010 года в тюмени просто исчезли так и не найдены это же факт это же я не нагнетаю и если посмотреть по другим городам и по другим районам россии областям и округам я уверен везде присутствует подобная статистика просто ее нет в публичном доступе она как-то иногда косвенно появляется например вот в таком социальном ролике посвященный краже детей что как легко мало вести ребенка в конце мелькает такая информация ежедневно в россии пропадает 16 детей я не знаю откуда эта информация у тех кто этот ролик составлял я думаю они имеют отношение к поиску пропавших детей наверное не с потолка это взяли ежедневно пропадают 16 детей до большая часть их находится в результате поисков но есть дети которых не находят вообще никогда и каждый год как минимум порядка ста детей пропадают без вести на протяжении вот всех вот этих вот лет последний и на мой взгляд давно пора уже что-то с этим делать ну а по поводу моего нагнетания давайте вот еще один пример сегодня наверное не надо никому представлять поисковый отряд лиза аллер это самый известный поисковый отряд на территории россии но не единственный я хочу вам сразу сказать что есть достаточно большое количество поисковых отрядов региональных но вот лиза алерт он очень сильно распространен имеет отделение по всей россии и в основном очень часто используется в поисках так как имеет необходимое оборудование опыт кинологи ну и тому подобное имеет опыт работы с полицией следственными органами я не буду сейчас заниматься подробным разъяснением какие есть возможность поисково-спасательного отряда лиза алерт но если вот зайти на их форум где рассказывается о поисках к сожалению там зачастую можно найти и вот такую информацию пропала гнет гнедова или гнидова не знаю как правильно поставить ударение виктория 9 лет село казарь залегощинский район орловская область я не может быть неправильно ставлю ударение был сильно не придирайтесь 18 июня 2021 года вышла из дома и не вернулась вот такая девочка девятилетняя приметы рост 140 сантиметров телосложения нормальная цвет глаз голубые волосы светло-русые была одета светло-коричневая футболка синие сорты белые балетки но и тут дальше подробности координатор консультант дулин виктор остальные координаторы и информация о поисках которые начались 19 июня девочку интенсивно искали достаточно большой объем работ выполнен был искали я так понимаю до 3 июля последняя запись здесь именно 3 июля на этой странице больше записей по поискам нет потом штаб поисков скорее всего был свернут была такая вот информация на форуме поисково-спасательного отряда штаб на месте поисков вики гнидовой свернут мы увеличиваем площадь поиска меняем формат работы мы продолжаем искать вику пропавший 18 июня в село казарь в режиме автономных задач информационного мониторинга распространяя водные они по всей стране собирают сведения и отрабатывая каждое свидетельство которое поможет вернуть девочку домой правоохранительные органы свой бар лоской области также продолжают работу по поиску за 13 дней все алгоритмы на месте поисково-спасательного работ были отработаны тщательно и многократно привлечены всевозможные ресурсы и силы с первого дня в работу включили спецслужбы мчс омон полиция следственный комитет прокуратура росгвардия у у фссп на помощь орловским поисковикам лиза а лет приехали соотрядники из других областей московской брянской воронежской белгородской владимирской нельгородской тульской курской колуской присоединились отряды путеводная звезда и сальвар активно помогали местные жители добровольца со всех уголков орловской области в общей сложности поиска приняли участие 1900 человек вы ездали на задачи приносили продукты и воду обеспечивали отряд необходимым оборудованием и бензином круглосуточно сменяли друг друга преодолевая сотни километров поиска пропавшей вики днем и ночью три инфорга но этой информ организаторы так понимаю были на постоянной связи с поисковиками и теми кто был готов помочь отряду или сообщить информацию о девочке запускала поиск координатор лиза-алерт орловской области ольга мотина три опытных координатора отряда сергей клецин олег леонов виктор дулин вели поиски все эти дни 425 пеших групп в общей сложности прошли около 12 тысяч 400 километров угла тусточного прочесывая территорию и постоянно расширяет радиус поиска при помощи беспилотных летательных аппаратов сделано 13 тысяч 648 снимков поисково-спасательный отряд ангел с помощью вертолетов осмотрели сверху 466 километров подключались кинологи из местного отделения мчс и кинологический расчет лиза-алерт из москвы на открытой местности работали конные расчеты от конного двора вязки акваторию реки вдоль села несколько раз исследовал данная группа добротворец но и каждый сантиметр побережья по обеим сторонам мы благодарны всем откликнулся на призыв о помощи в поисках маленькой девочки присутствующим на месте поиска и помогать удаленно мы знаем то продолжаете беспокоиться о вики мы тоже поэтому не остановимся сейчас вы можете помочь репостами может быть кто-то увидеть сети ориентировку на пропавшую вику узнает ее и у нас появится новая информация посмотрите внимательно фотографию возможно вы видели эту девочку день пропажи или подле просьба всем у кого есть какая-либо информация позвонить по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда леда олег 8 800 754 52 вот такая ориентировка распространена и продолжает распространяться может быть действительно кто-то может помочь в ее поиске также выложено видео по поиску этой девочки тем за отрядом леда олег которые не могут найти этого ребенка я буду обратиться потому что этот вопрос когда нужна помощь поисковикам нужна помощь нужно ее найти потом уже разбираться первые пять троп спустились пять троп поднялись и так далее почесываем но в раз к сожалению говорить о каких-то результатах еще рано Уже четвертые сутки длится поиск, более 400 волонтеров прибыло из разных областей. Идут шестые сутки поиска девятилетней Гнедовой Виктории. К сожалению, девочка пока не найдена. Мы очень просим жителей, если вы проезжали с видеорегистратором в районе села Казарь 18 числа во второй половине дня, пожалуйста, предоставьте нам эти записи видеорегистратор, даже если вы считаете, что у них ничего нет. То есть было сделано все возможное и невозможное. Предприняты все усилия, но, к огромному сожалению, Вики до сих пор нет дома и место расположения ее неизвестно. И меня, честно сказать, удивляет в этой истории, как в селе могут пропадать дети, когда, казалось бы, в селе все друг друга знают. Это же все-таки не город, где гораздо больше жителей. Но даже здесь могут происходить вот такие странные случаи, связанные с исчезновением ребенка. К сожалению, прошло два месяца, а информации о Вике нет никакой. И вполне вероятно, она тоже попадет в разряд безвестно пропавших детей. И пополнит этот скорбный список. И это удручает, потому что пропажа детей – это катастрофа. Пишите, что вы думаете по этому поводу, высказывайте свое мнение. Ну, а мне только остается сказать, до новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!